Всем привет! Меня зовут Хлоп Вячеслав, совладелец видеопродакшн Хлоп Субатовский. И сегодня я хочу с вами поговорить о видеопродвижении. Обычная история, у вас уже есть видеоролик, ну, либо вы собираетесь его сделать, и первая задача, которая у вас должна стоять, это подумать, как вы будете его продвигать. Продвигать YouTube-канал через сказочную историю. Любой видеоролик требует средств, временных, либо денежных, и чтобы это компенсировать обратно для себя, нужно, чтобы видеоролик работал, а чтобы он работал, нужно, чтобы вы видели зрители, ваши потенциальные клиенты, и как-то с ним взаимодействовали, переходили к вам на сайт, либо связывались с вами другими способами, но нужно все-таки понимать, где этот видеоролик будут люди смотреть. И для вас я выделил три способа продвижения. Первый – это бесплатный. Тут понадобится только YouTube-канал ваш собственный, сам видеоролик, и он должен быть правильно оптимизирован. Что это такое, можете отдельно почитать в интернете, SEO-оптимизация, YouTube-ролик называется, либо написать в комментариях, возможно, я сделаю на это отдельный выпуск. И когда вы загрузили правильный видеоролик на свой канал, вы его максимально репостите во все соцсети. Ваша главная задача – в первый день существования видеоролика на канале нагнать как можно больше просмотров и комментариев, лайков, даже дизлайков, чтобы какая-то активность появилась. Тогда ролик сам по себе начнет жить и приносить просмотры. И в итоге даже потенциальных клиентов вам будут обращаться, и это круто. Но есть несколько минусов. Во-первых, это долгая история, вам придется подождать полгода, это точно, чтобы ролик как-то начал взаимодействовать. Второе, эта история работает хорошо, когда вы будете регулярно делать такой контент. Тут есть маленький лайфхак, вы можете чуть-чуть вложить денег. Как я говорил в первый день, важна максимальная активность, вы можете купить просмотров, можете сделать платные репосты, обязательно сделайте на 1000 рублей продвижение через AdWords YouTube-ролика. Многие алгоритмы YouTube это любят, когда используют собственные инструменты продвижения. Но это уже начинается платная история и немножко выходит за рамки бесплатного первого формата. Но зато вы ускорите этот процесс того, как ролик начнет самостоятельно жить и приносить вам просмотры. Ну, как я и говорил, этот формат подходит лучше всего, когда вы хотите регулярно выкладывать на YouTube-канал видеоролики хотя бы раз в месяц, обновлять на разные тематики, ключевые запросы, тогда это будет очень хорошо работать. Но что делать, если вы создали всего лишь один ролик, вложили в него хорошие деньги, и это рекламный ролик, который должен приносить трафик вам на сайт? Тут нужно использовать уже другие форматы платные. Один из них — это автоматизированный. Вам не нужно мучиться и тратить время, чтобы разбираться, на кого размещать этот видеоролик. Вам достаточно понимать общие параметры вашей целевой аудитории, пол, возраст, их интересы, и разместить видеоролик на специальных сервисах. Такие сервисы называются VBoom, SIDR. Есть еще несколько таких сервисов. Их на рынке достаточно большое количество. Там все автоматизировано. Вы заходите, регистрируетесь, выкладываете свой ролик, задаете параметры, где он должен распространяться, и кладете деньги. И этот сервис автоматически начинает распространять ваш видеоролик. Распространяет он среди своих партнеров в сайты, группы в соцсетях. Все удобно, автоматизировано, но есть большой минус. Что делать, если из этого способа 100 человек, который посмотрит видеоролик, только один зритель будет вашим потенциальным клиентом? И тут уже нужно использовать третий способ ручной настройки таргетированной рекламы на разных площадках. Вам понадобится таргетолог. И еще он должен знать, как работать со всеми пятью площадками. Это YouTube, по-другому рекламный кабинет в AdWords, ВК, Facebook и Instagram. Я объединяю это в одно направление, потому что у них единый рекламный кабинет. Одноклассники, ну не одноклассники, а MyTarget, и Яндекс.Видеосеть. Пять площадок, где нужно будет размещать ваш видеоролик. Если таргетолог знает, как работать со всеми этими пятью площадками, то для него это будет не такая большая задача, чтобы разместить ваш видеоролик. Почему этот способ очень важный? Если, например, вам нужно показать видеоролик стоматологам, которые живут только в Москве. Матерям, которые имеют детей до одного года. Бомбить во все группы – это круто, да, рано или поздно вы попадете, но насколько это будет эффективно? И третий способ позволяет это сделать максимально эффективно. Используя разные инструменты, разный подбор целевой аудитории, вы сможете показать этот ролик именно той аудитории, которую вам надо. Но этот способ сложный, потому что тут требует большое внимание таргетолога, и вообще вам нужен отдельный специалист. Ищите эту аудиторию в социальной сети. И второе – тут нужно работать одновременно за большим количеством площадок. Понимать, какая лучше работает из них, и уже сосредотачиваться на конкретной. Сложность в том, что вам постоянно придется возобновлять рекламную кампанию. Если в первом формате я рассказывал, что можно выложить ролик на YouTube, и он будет сам по себе жить и собирать просмотры, и эта история долгоиграющая, с годами просмотров будет все больше, вам будут писать в личку, выходить на вас и уже как-то обращаться за услугами, то последний способ – это история здесь и сейчас. Вы сняли ролик, и здесь и сейчас вы его разместили, и у него такая плотная рекламная кампания в течение месяца идет. И у вас идут просмотры, идет трафик на сайт, например. Все круто. Но что делать, если вы хотите его растянуть на несколько месяцев, на полгода? То тут нужно уже постоянно будет обновлять рекламную кампанию, размещать то на одной площадке, то на другой, и как-то с этим экспериментировать. То есть менять целевую аудиторию и определенные настройки. Но это уже тонкости, которые должен знать таргетолог, поэтому мой совет – все три способа подходят, просто все зависит от ваших целей и задач. Но самое главное, что я хочу сказать для вас, когда вы хотите создать видеоролик, когда вы хотите вложиться в него своим временем либо деньгами, думайте о том, как этот ролик будет использоваться, как его увидят другие люди, зрители, потенциальные ваши клиенты. Просто большинство людей об этом не задумываются на начальных этапах. А это нужно делать. А если у вас уже есть видеоролик, то его можно реанимировать, особенно если он загружен на YouTube или лежит на сайте, то его, да, можно реанимировать и как раз сделать посев в соцсетях. Как сделать это на конкретной площадке, я постараюсь разобрать в следующих выпусках, потому что информации очень много, и чтобы ее до вас донести, ее надо структурировать. А с вами был Хохлов Вячеслав. Подписывайся на канал и ставьте лайки, ведь я продолжаю писать для вас серию видеороликов, посвященных видеорекламе и ее размещению. До встречи! Я читаю ваши комментарии, и в предыдущем видеоролике о видеорекламе я понял, что не все киноделы понимают, для чего это информация. Вы создаете видеоконтент, и вы должны понимать, что будет с ним дальше, что заказчик будет делать после того, как получит этот видеоролик, куда он будет его размещать. Возможно, он будет спрашивать это у вас. Поэтому, зная всю эту информацию, вы не просто сможете делать больше услуг, вы сможете лучше продавать свои услуги, вы сможете их дороже продавать, потому что тот контент, который возвращает инвестиции заказчику, намного ценнее на рынке, чем просто обычный видеоролик. Продолжение следует... Продолжение следует...